Меня зовут Сухаревский Владимир Владимирович, 12 сентября 2018 года. Двигатель с магнитной связью поршня и выходного вала и самовосполнением отжатия. Принцип работы покажем основную схему двигателя. Сейчас вы видите элементы штоков, движущихся возвратно-поступательно. Они связаны с поршнями двигателя. Двигатель построен по схеме движения поршней навстречу друг другу. То есть, это схема со встречными движущимися поршнями. Верхняя группа из двух поршней сейчас находится на максимальном расстоянии друг от друга. Нижняя группа поршней на минимальном. Видно, что двигатель рассчитан на высокую степень сжатия. Этот двигатель по всем своим плюсам обязан преобразователю возвратно-поступательного движения во вращательное, основанным на постоянных магнитах. Здесь мы видим постоянные магниты, небольшие, установленные на штоках, которые, как в дальнейшем мы увидим, связаны с поршнями. Соответственно, эти элементы штоков движутся возвратно-поступательно. Чтобы перевести это во вращательное движение, они должны провзаимодействовать с магнитами ротора, которые движутся вращательно. Покажем сейчас часть магнитов ротора. Соответственно, здесь два ротора, верхний и нижний. Движутся они противоположно друг другу, в разные стороны вращаются. Это нужно для того, чтобы компенсировать все моменты реакции внутри самого двигателя. Соответственно, вот при такой схеме работы у нас не должно быть нагрузки, боковой нагрузки поршня на стенку цилиндра. То есть, двигатель при этом полностью сбалансирован, никаких моментов реакции нету, изгибающих моментов, действующих на ось поршня и так далее. Вот здесь вот видно, что у нас магнит штока взаимодействует с магнитом ротора. Здесь получается, если упрощенно, то вращающийся магнит ротора как бы скользит полюсом вдоль... То есть, магнит штока скользит полюсом вдоль магнита ротора. Смысл такой. При этом он удерживается вблизи полюса друг... Вблизи друга удерживаются магнитными силами. За счет того, что количество магнитных полюсов здесь достаточно большой, и площадь взаимодействия полюсов магнитных тоже достаточно большая сила. Взаимодействия тоже достаточно для того, чтобы работал двигатель. Вот расчет двигателя тоже был произведен. Магнитной силы оказывается достаточно. При этом надо учесть, что... Магнитная сила подхватывает поршень, когда он уже отходит от мертвой точки. Поэтому требуется не удержание максимальной силы, которая происходит... Которая развивается в двигателе, когда он достигает мертвой точки, а уже значительно меньше. Поэтому достаточно даже такой уже относительно небольшой, относительно максимальных сил, которые в двигателе развиваются... Магнитной силы, чтобы передавать вращение, так сказать, от поршня к ротору и далее к внешней нагрузке. Значит, необходимо показать здесь, как соединены поршни. Значит, один из штоков будет соединен с так называемыми внутренними поршнями, которые соединены между собой жестко. Внешние поршни соединены между собой и другим штоком с помощью штанг или тяг, как удобнее это называть. Здесь тяги могут быть достаточно тонкими, вот эти фиолетовые, потому что они работают все время только на растяжении. То есть, они не работают на сжатии. На сжатии работает только вот этот вот синий соединитель двух поршней. Сами головки поршней могут быть изготовлены из графита. Поскольку у графита очень маленькое тепловое расширение, можно не использовать кольца. При этом скорость движения поршней будет достаточно большая частота. 20-30 тысяч колебаний в минуту. Поэтому наличие колец, в общем-то, оно ничего бы и не дало в такой ситуации. При таких высоких частотах вращения колебаний. А при этом частоты вращения ротора будут кратно меньше. Из-за того, что здесь у нас одному движению, полному движению штока с поршнями соответствует только часть оборота ротора. То есть, при высоких частотах колебаний поршня, скорость вращения ротора будет кратно меньше. В зависимости от того, сколько здесь вот этих ступеней на магнитах ротора мы сделаем. Магниты ротора закреплены на обечайках ротора. То есть, это фактически просто кольца металлические. Лучше всего их изготавливать из стали, чтобы они замыкали магнитные потоки. Так, шток представляет собой тоже некую конструкцию. Надо будет показать подробнее. Ротор мы пока выключим. Так, шток. Они соединены с тягами фиолетовыми и соединены с поршнями. Так, секундочку. Это достаточно такая сложная форма конструкции получается. Связано это с тем, что вот эти пластины штоков, они должны входить между слоями магнитов ротора. Поэтому такая достаточно сложная конструкция. Здесь, соответственно, показана еще опора, по которой скользят вот эти вот части поршней. Значит, далее цилиндр двигателя. Это единая труба, проходящая через весь двигатель с впускными и выпускными окнами. Там движутся поршни. Так. Повторяю, двигатель с прямоточной щелевой продувкой и встречным движением поршней. Самовоспламенение происходит от сжатия. То есть, не нужны, не нужны ни свечи, не нужен впрыск. Ну, хотя можно организовать непосредственный впрыск в цилиндр. Так. Покажем впускной коллектор. Он проходит, соответственно, внутри вот этой вот опоры. Через него питается топливо-воздушной смесью этот цилиндр. То есть, оба цилиндра. Выпускной коллектор. Выпускных коллекторов два. Они независимо друг от друга выпускают воздух. Это сделано для того, чтобы можно было, например, использовать двигатель в авиации. То есть, к обоим роторам мы на обои роторы устанавливаем лопасти воздушного винта. Сейчас. Лопасти воздушных винтов двух, вращающихся в противоположных направлениях. Тогда двигатель будет, соответственно, выглядеть примерно вот так. Это обтекатель и вращающиеся в противоположные стороны воздушные винты. При этом зеленым цветом обозначена консоль, которая может быть закреплена, например, к крылу или к фюзеляжу воздушного транспортного средства самолета. Кроме того, можно, конечно, использовать и в автомобильном применении этот двигатель. Вместо лопастей, воздушных винтов и обтекателя можно использовать просто, например, непосредственное подсоединение к колесу. Так. Лопасти можно убрать. Обод колеса. Значит, соответственно, роторы вращаются в взаимно противоположных направлениях. Их синхронизация в данной простой схеме происходит просто за счет подшипника шарикового, который между ними находится. Они установлены с натягом и, соответственно, вращаются в противоположные стороны. А значит, вот здесь еще показан отбойник на вот этой вот консоли, который не позволяет, в случае разрыва магнитной связи, не позволяет поршню уходить дальше определенной точки. Соответственно, в следующем такте движения, за счет того, что поршень не ушел дальше определенной точки, восстанавливается магнитная связь при прокручивании ротора, и двигатель опять входит в рабочий режим. То есть, даже если по каким-то причинам разорвется магнитная связь, в течение одного такта двигатель вернется в рабочий режим. Все, спасибо за внимание.